В вербное воскресенье, через год после окончания Большой войны против клана Сантадио, Дон Доминика Клерикуцио праздновал крестины двух младенцев, в жилах которых текла его кровь. Приняв самое важное решение в своей жизни, он пригласил на торжество глав крупнейших семей мафии, а также Альфреда Гронвельта, владельца отеля «Занаду» в Лас-Вегасе, и Дэвида Редфиллоу, создавшего крупнейшую в Соединенных Штатах империю наркобизнеса. Все они в той или иной степени являлись его партнерами. Будучи главой самой влиятельной семьи в Америке, Дон Клерикуцио намеревался отступить с занятых позиций, во всяком случае с виду. Настало время действовать иными методами. Явное могущество становилось чересчур опасным, однако и выпускать его из рук тоже было бы опасно. Проделать это следовало крайне тактично, проявив щедрость и добрую волю. И при всем том, на собственных условиях. Владения Клерикуцио в Квоге представляли собой двадцать акров земли, окруженных трехметровой стеной из красного кирпича, поверху которой была протянута колючая проволока с охранной сигнализацией. Помимо главного особняка, на этом пространстве стояли дома трех его сыновей и двадцать домов поменьше для верных сподвижников семьи. Накануне прибытия гостей Дон и его сыновья уселись за ажурный белый металлический стол, стоящий позади особняка в окружении решеток, увитых плющом. Старший из сыновей, двадцатисемилетний Джорджо, с тонкими усиками, агрессивно ощетинившимися над верхней губой, высокий под жары, будто английский джентльмен. Элегантный костюм только подчеркивал это сходство, наделенный острым холодным умом, хранил на лице непроницаемое бесстрастное выражение. Дон сообщил Джорджо, что ему предстоит поступить в Вартенскую школу бизнеса. Там он постигнет все премудрости того, как присваивать деньги, не выходя за рамки закона. Джорджо не перечил, ибо это был высочайший указ, а не приглашение к дискуссии. Он лишь покорно кивнул. Далее Дон обратился к племяннику Джозефу Делине по кличке Пиппи. Дон любил Джозефа не меньше, чем своих сыновей. Не только за кровное родство Пиппи был сыном его покойной сестры, но и за то, что Пиппи являлся великим военачальником, одолевшим строптивых Сантадио. — Ты отправишься в Лас-Вегас и обоснуешься там, — проговорил Дон. — Ты будешь блюсти наши интересы в управлении отелем за наду. Теперь, когда наша семья отходит от дел, здесь тебе почти нечем заняться. Тем не менее ты по-прежнему остаешься молотом семьи. Решение не обрадовало Пиппи, и Дон понял, что должен обосновать его. — Твоя жена Налин не может жить в атмосфере семьи, не может жить в нашем анклаве в Бронксе. Она слишком отличается от нас. Ее не примут. Поэтому ты должен строить свою жизнь вдали от нас. Дон не покривил душой Нинаюту, но у него имелись и прочие соображения. Пиппи — великий героический полководец семьи Клерикуцио, но если он и дальше будет мэром Анклава в Бронксе, то со временем станет слишком могущественной фигурой, и сыновьям Дона ни почем не справиться с ним, когда сам Дон сойдет в могилу. — Ты будешь моим, Бруглеоне, порученцем на Западе, — сказал он Пиппи. — Ты разбогатеешь. И учти, это очень важная работа. Вручив Пиппи купчую на дом в Лас-Вегасе, Дон обернулся к своему младшему сыну, 25-летнему Винсенту, самому низкорослому среди братьев, зато коренастому и мощному. Винсент всегда был немногословен, но мягкосердечен. Он выучил рецепты всех классических итальянских блюд, еще когда держался за материнскую юбку, и именно он горше всех оплакивал преждевременную кончину матери, которая умерла молодой. — А сейчас я решу твою судьбу и наставлю тебя на путь истинный, — улыбнулся ему Дон. — Ты откроешь лучший в Нью-Йорке ресторан. — Не скупись, я хочу, чтобы ты показал этим французам, что такое настоящая кухня. Пиппи и остальные сыновья рассмеялись. Улыбнулся даже Винсент. — Ты на год отправляешься в лучшую кулинарную школу в Европе. Винсент хоть и был доволен, но все-таки проворчал. — Да чему они меня могут научить? — Скажем, готовить более изысканные пирожные, — строго поглядел на него Дон. — Но главное для тебя — это овладеть секретами ведения подобного бизнеса. — Кто знает, возможно, когда-нибудь тебе придется заправлять целой сетью ресторанов. Деньги получишь у Джорджо. Наконец Дон повернулся к Питти, среднему сыну, самому приветливому и жизнерадостному из всех. В свои двадцать шесть Питти выглядел сущим мальчишкой, но Дон знал, что в нем проявились черты сицилийских клерикуцио. — Питти, теперь, когда Пиппи отправляется на запад, ты станешь мэром Анклава в Бронксе, будешь поставлять для семьи бойцов. Но помимо этого займешься и другим делом. Я купил для тебя строительную компанию, причем большую. Будешь ремонтировать небоскребы в Нью-Йорке, строить казармы для полиции штата, прокладывать городские улицы. — Компания надежная, но я рассчитываю, что ты сделаешь ее великой. У твоих солдат будет легальная работа, а ты станешь зарабатывать большие деньги. Но сначала пройдешь выучку у ее нынешнего владельца. И не забывай, что прежде всего ты обязан поставлять солдат для семьи и командовать ими. Дон повернулся к Джорджо. — А ты, Джорджо, станешь моим преемником. Вы с Винсентом больше не будете принимать участие в деятельности, сопряженной с опасностью, разве что в крайних случаях. Мы обязаны думать о будущем. Ваши дети, мои дети, они и маленькие Данты с Кротчефиссио должны вырасти в ином мире. Мы богаты. Нам более нет нужды рисковать жизнью ради хлеба насущного. Отныне наша семья будет выступать лишь в роли финансового консультанта для других семей. Мы будем оказывать им политическую поддержку, разрешать споры между ними. Но для этого нам необходимо иметь на руках козыри. У нас должна быть армия. А еще мы должны защищать деньги каждого, за что нам и позволят смачивать в них свои клювики. Дон немного помолчал. Через двадцать-тридцать лет мы затеряемся в мире законопослушных граждан и будем наслаждаться своим богатством, не испытывая страха. Двоим младенцам, которых мы сегодня крестим, никогда не придется повторять наши грехи и подвергаться тому риску, которому подвергались мы. «Зачем же тогда держать анклав в Бронксе?» — поинтересовался Джорджо. «Конечно, мы надеемся когда-нибудь стать святыми», — ответил Дон. «Но все-таки не великомучениками». Часом позже Дон Клерикуцио стоял на балконе своего особняка, наблюдая сверху за торжеством. Просторная лужайка была уставлена столиками для пикников под зелеными зонтиками в форме крыльев. Тут собралось около двухсот гостей. По большей части солдат из анклава в Бронксе. Обычно крестины, праздник веселый, но на сей раз все происходило чинно и сдержанно. Победа над Сантадио досталась Клерикуцио дорогой ценой. В этой войне Дон потерял самого возлюбленного из сыновей — Сильвио, а его дочь Розмари лишилась мужа. Наблюдая за толпой у столов, уставленных хрустальными графинами с темно-красным вином, белоснежными фарфоровыми супницами, мисками с разнообразнейшими макаронными изделиями, блюдами со всевозможной мясной нарезкой и сырами, а также свежеиспеченным хлебом всех мыслимых размеров и форм, Дон поддался успокоительному влиянию негромкой музыки оркестра. По середине круга, образованного столами, находились две коляски с голубыми одеяльцами. Оба малыша держались на славу, даже не поморщились, когда на них брызнули святой водой. Рядом с ними стояли обе матери — Розмари и Налинда Лена, жена Пиппи. С балкона Дон различал даже чистые детские личики, на которые еще не легла печать жизненных тревог. Данте, Клерикуццо и Крочефисио де Лена. Он в ответе за то, чтобы этим младенцам никогда не пришлось зарабатывать на пропитание в поте лица своего. Если все пройдет, как задумано, они со временем станут членами нормального общества. Любопытно, — подумал Дон, обводя взглядом лужайку, — что ни один из собравшихся здесь не выказывает виновникам торжества ни малейшего почтения. Затем Дон увидел Винсента. С непроницаемым каменным, как всегда, лицом, надев чистый белый фартук, он угощал ребятишек хот-догами, доставая их из тележки, которую смастерил специально к пиру. Тележка напоминала те, с которых продают хот-доги на улицах Нью-Йорка, но была побольше размером, с более ярким зонтом. Разумеется, уличные сосиски не шли ни в какое сравнение с приготовленными Винсентом, приправленными квашеной капустой и горчицей, колечками красного лука и острым соусом. Оплатой за хот-дог служил поцелуй продавцу в щеку. Вопреки суровой наружности, Винсент был самым добрым и отзывчивым из сыновей Дона. На поле для игры в ботчи состязались Питти, Пиппи Делена, Вирджинио Баллаццо и Альфред Гронвильд. Питти всегда был любителем розыгрышей, и к этой его склонности Дон всегда относился с неодобрением, усматривая в ней источник опасности. Вот и сейчас Питти мешал игре шуточками в своем стиле. Один из шаров развалился на кусочки после первого же удара. Вирджинио Баллаццо, правая рука Дона, исполнительный директор семьи Клерикуцио, жизнерадостный человек, сделал вид, что гонится за Питти, а тот притворился, будто в ужасе убегает. Эта сценка показалась Дону отчасти ироничной. Питти — прирожденный убийца, да и игривый Баллаццо тоже не лыком шит. Но до Пипи им далеко. Женщины в толпе то и дело поглядывали на Пипи. Исключение составляли лишь обе молодые матери, Розмари и Налин. Парень, писанный красавец, в росте ничуть не уступает самому Дону, крепко сбитый, сильный, с твердыми мужественными чертами лица. На него оглядывались даже мужчины, в основном его же солдаты из Анклава в Бронксе. Их взоры привлекали не только его повелительные манеры и легкость движений, но и окружающие Пипи легенды. Он — молод, наилучший из квалифицированных специалистов. Дэвид Редфиллоу, молодой и розовощекий, самый влиятельный наркоделец в Соединенных Штатах, щипал за щечки двух младенцев, лежавших в своих колясках. И, наконец, Альфред Гронвельт, как всегда в смокинге-галстуке. Эта диковинная игра явно выбила его из колеи. Гронвельт — ровесник Дона, обоим уже под шестьдесят. Сегодня Дон Клерикуцо изменит жизнь каждого из этих людей и, как он надеялся, к лучшему. На балкон вышел Джорджо, чтобы позвать отца на первую из запланированных на сегодня встреч. В особом покое дома собирались десять главарей мафии. Джорджо уже вкратце изложил им предложение Дона. Кристина — идеальное прикрытие для подобной встречи, но на самом деле у этих людей очень мало общего с Клерикуцо, так что они стремились разъехаться во своясе как можно скорее. Обстановку кабинета, лишенного окон, составляли массивная мебель и бар с самой настоящей стойкой. Десять мужчин с угрюмым видом расселись вокруг стола из темного мрамора. Все они по очереди поздоровались с Доном Клерикуцо и выжидательно уставились на него. Принять участие в этой встрече Дон пригласил также своих сыновей Винсента и Питти, своего заместителя Баллаццо и Пиппи де Лену. Как только они появились, Джорджо холодно и саркастично произнес короткую вступительную речь. Дон Клерикуцо оглядел лица собравшихся в комнате самых могущественных людей теневого мира, существующего ради решения истинных проблем человечества. — Мой сын Джорджо вкратце изложил вам, как все будет устроено, — начал Дон. Мое предложение заключается в следующем. Я ухожу от дел по всем позициям, за исключением одной — азартных игр. Свой нью-йоркский бизнес я передаю моему старому другу Вирджиниу Баллаццо. Он создаст собственную семью, совершенно независимую от Клерикуцо. Во всех остальных районах страны контроль над профсоюзами, транспортом, алкоголем, табаком и наркотиками отходит к вашим семьям. Правовая поддержка целиком за мной. Взамен я прошу, чтобы вы доверили мне свои деньги. Они окажутся в надежных руках и будут доступны вам в любую минуту. Вам больше не придется беспокоиться о том, что государство сумеет выследить ваши расходы. За это я прошу всего лишь пять процентов комиссионных. О лучшем все десятеро и мечтать не могли. Они ощутили искреннюю благодарность к Клерикуцу, уходящему от дел, когда его семья без труда сумела бы подмять, а то и стереть с лица земли их собственные империи. Обойдя стол, Винсент налил каждому из присутствующих вина. Те подняли бокалы, чтобы выпить за уход Дона Клерикуцо на покой. Когда главари мафии церемонно распрощались, Питти сопроводил в кабинет Дэвида Редфиллоу, блондина с жизнерадостным лицом и ясными голубыми глазами, выдающими примесь скандинавской крови, наделенного легким остроумием. Он выделялся из всех не только длинными волосами и бриллиантовой сережкой в ухе, но и тем, что был одет в тщательно выглаженный джинсовый костюм. Редфиллоу уселся в кожаное кресло напротив Дона, и Винсент налил ему бокал вина. Дон питал по отношению к этому человеку чувство глубокой признательности, ведь Дэвид сумел доказать, что блюстителей закона все-таки удается подкупить, даже когда дело касается наркотиков. «Дэвид», — начал Дон Клерикуцо, — «ты оставляешь наркобизнес. У меня есть для тебя кое-что получше». Редфиллоу не возражал, он лишь осведомился. «Почему именно сейчас?» «Прежде всего потому, что правительство в последнее время уделяет этому бизнесу чересчур пристальное внимание и причиняет слишком много беспокойства. Тебе придется до конца жизни чувствовать себя, как на пороховой бочке. Но главное состоит в том, что это дело стало слишком опасным. До последнего времени Питя и его солдаты выступали в роли твоих телохранителей. Больше я этого позволить не могу. Колумбийцы слишком отчаянны, безрассудны и жестоки. Пусть забирают наркобизнес себе. «Ты же удалишься в Европу. Я позабочусь, чтобы там тебе обеспечили защиту. А бы не сидеть сложа руки, можешь купить себе какой-нибудь итальянский банк и обосноваться в Риме. У нас там масса дел». «Отлично!» — хмыкнул Редфиллоу. «Я не Бенеме по-итальянски и не в зуб ногой в банковском деле. Научишься и тому, и другому. В Риме тебя ждет счастливая жизнь. Впрочем, если хочешь, можешь остаться здесь. Но в таком случае больше не будешь пользоваться моей поддержкой. А Питя не станет охранять тебя. Выбирай, что тебе больше по душе». Редактор субтитров А.Семкин